Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Сабитова Римма Равильевна. Я преподаватель русского языка кафедры ИЯИПД. Предлагаю вашему вниманию курс видеолекций, состоящий из трёх блоков. В каждом блоке мы рассмотрим по пять тем. Приятного просмотра! Всем доброго дня! Наш первый урок посвятим фонетике. Мы с вами вспомним, сколько букв в русском языке, на какие группы делятся все звуки, а также, что такое оглушение, озвончение и ещё многое другое. Для начала давайте вспомним, что такое фонетика. Если трудно сформулировать ответ, тогда запоминайте. Фонетика – это раздел языка, который изучает звуки речи, их свойства и способы образования. Сегодня мы научимся выполнять фонетический разбор слова. Я покажу чёткую схему и научу разбирать по ней. Фонетика – это раздел языка о звуках нашей речи. И, следовательно, фонетический разбор – это звуковой разбор слова. Ещё чаще его называют звукобуквенным разбором. Мы уже познакомились с гласными и согласными звуками, узнали, какими они бывают, научились ставить ударения и делить на слоги. И теперь можем выполнить фонетический разбор. Итак, давайте выберем слово, например, сапог. Фонетический разбор выполняется по определённому плану. Как вы видите, план состоит из нескольких пунктов. Здравствуйте! В данном видео мы узнаем, что такое озвончение и оглушение согласных. Напомню, в транскрипции мы записываем то, что слышим, однако не всегда можно верить нашему слуху. Почему? Потому что существуют некоторые особенности в передаче согласных звуков. Сейчас мы поговорим о таком фонетическом процессе как озвончении. Итак, озвончение – это фонетический процесс, когда глухой звук становится звонким. Для примера возьмём слово «сбор» и запишем его в транскрипции. Что мы здесь наблюдаем? Глухой согласный «с» стоит перед звонким «б», поэтому он произносится как «з» – сбор. Ещё пример. Слово «просьба». Снова запишем это слово в транскрипции. Как видите, здесь глухой согласный звук «с» стоит перед звонким «б», поэтому произносится как «з». Чтобы не ошибиться в написании слова, мы подбираем проверочное слово «просить». Отчётливо слышим звук «с», поэтому пишем слово с буквой «с». Просьба. Как вы заметили, процесс озвончения происходит в том случае, если глухой согласный стоит перед звонким. Однако запомните, что если глухой согласный стоит перед звуками «л», «м», «н», «в», «р», озвончение не происходит. Например, слово «слой». Здесь согласный звук «с» – глухой, «с» стоит перед «л», но, как видим, в данном случае глухой «с» не превращается в «з». Запишем его транскрипцию. Ещё пример. Слово «свобода». Записав данное слово в транскрипции, видим, что глухой согласный звук «с» стоит перед «в», но в звонкий «з» не превращается, что мы и видим в транскрипции. А есть ещё процесс оглушения. Это когда звонкий звук превращается в глухой. Например, в слове «сказка» мы наблюдаем процесс оглушения. Запишем слово в транскрипции, чтобы его увидеть. Итак, согласный «з» стоит перед глухим «к», и поэтому он произносится как «с». Оглушение происходит в двух случаях, когда звонкий согласный стоит на конце слова. К примеру, слово «дуб». Согласный «б» стоит в конце слова, поэтому он произносится как «п». Второй случай, когда звонкий превращается в глухой звук, то есть, когда звонкий стоит перед глухим. Приведём пример. Слово «зарядка». Здесь звук «д» – звонкий, превращается в глухой «ц», а всё потому, что стоит перед глухим «к». Зарядка. И ещё запомните, процессы озвончения и оглушения могут происходить только с теми звуками, которые имеют пары позвонкости и глухости. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашего урока сегодня – орфоэпия. Сегодня мы ответим на такие вопросы. Что такое орфоэпия? Что такое орфоэпические нормы? Как добиться правильного произношения? Наверняка вы слышали, что встречают всегда по одёжке. А что это обозначает? Как мы составим мнение о человеке, с которым встретились впервые? Мы посмотрим на его внешность. Улыбается он или нет? Аккуратная ли у него одежда? Как он себя ведёт? И как только человек заговорит, у нас появится ещё кое-что. Почему мы можем судить о новом знакомом? Ведь речь – это одна из самых серьёзных характеристик каждого человека. И часто о людях судят в зависимости от того, как они говорят. Какая же речь считается хорошей? Конечно, речь должна быть богатой, разнообразной. Нужно понимать смысл слов, которые мы используем. Выражаться нужно точно, а говорить выразительно. Всё это мы знаем. Но ведь слова нужно ещё и правильно произносить. Правила произношения слов устанавливаются и регулируются орфоэпией. Орфоэпия – это раздел науки о языке. Слово орфоэпия – греческое. И произошло от слов орфос – правильное, и эпос – речь. То есть орфоэпия – это свод правил устной речи. Эта наука устанавливает произносительные нормы русского языка. Что входит в эти нормы? Орфоэпия, например, указывает, как именно нужно произносить гласные звуки и согласные звуки тоже. Орфоэпия устанавливает также правила произношений, сочетаний звуков. Орфоэпия устанавливает, на какой слог падает ударение в словах. Каким образом оформляются эти указания, о каких-то явлениях мы говорим. Что это нужно, разрешается, можно или допустимо. Если явление выходит за пределы нормы, то мы говорим, что это нежелательно, запрещается, нельзя, недопустимо. Закрепляются произносительные или орфоэпические нормы в словарях. Есть множество различных орфоэпических словарей, а есть специальные словари ударений. Они появились потому, что именно нормы ударений в русском языке часто вызывают трудности. Дело в том, что русское ударение можно сравнить с кузнечиком, которого непросто поймать. Ударение в русском языке может падать на любой слог слова. В слове «день» ударение падает на первый слог. В слове «сегодня» ударение падает на второй слог. А в слове «удивительный» ударение падает на третий слог. Кроме того, место ударения может меняться при изменении слова. То есть ударение попросту прыгает с одного слога на другой. Начал – ударение падает на первый слог. Начать – ударение падает на второй слог. Начала – ударение падает на третий слог. А все эти формы одного и того же глагола. Причем таких примеров, когда ударение передвигается, огромное множество. А ведь именно нормы ударения очень нужны, когда мы общаемся с людьми. Еще пример. Мы тебе позвоним. Да-да, созвонимся. И даже после этих слов в трубку не хочется брать. Звонит, звонят, позвоним, созвонимся. Во всех формах глагола «звонить» и во всех словах, которые от него образовались, ударение ставится после «н». Так как нам добиться правильного, хорошего произношения? Общаясь с образованными людьми, слушая песни, просматривая телепередачи, будьте внимательны. Обращайте внимание на то, как произносятся слова. Запоминайте правила произношения и постановки ударения. Итак, уважаемые слушатели, что мы сегодня должны запомнить? Нормы произношения регулирует орфоэпия. Нормы произношения касаются гласных и согласных звуков, сочетаний звуков и постановки ударения в словах. Нормы произношения отражены в орфоэпических словарях и словарях ударений. Спасибо за внимание! Фонетический разбор слова. Я покажу четкую схему и научу разбирать по ней. Фонетика – это раздел языка о звуках нашей речи. И, следовательно, фонетический разбор – это звуковой разбор слова. Еще чаще его называют звукобуквенным разбором. Мы уже познакомились с гласными и согласными звуками, узнали, какими они бывают, научились ставить ударения и делить на слоги. А теперь можем выполнить фонетический разбор. Итак, давайте выберем слово. Например, слово «сапог». Фонетический разбор выполняется по определенному плану. Как вы видите, план состоит из нескольких пунктов. Первым делом нужно выписать слово, указать, из каких звуков состоит слово, написать эти звуки в квадратных скобках, определить количество слогов и поставить ударение. Далее назовите все буквы слова, запишите их столбиком. Напротив каждой буквы укажите соответствующий звук. Охарактеризуйте каждый звук в слове. Гласный, ударный или безударный. Если это согласный, то глухой или звонкий, парный или непарный, твердый или мягкий, парный или непарный. Указать при необходимости. И записать количество звуков и букв. Но вернемся к нашему слову. Сапог. Сапог – слово из двух фонетических слогов. Сапог. Ударение падает на второй слог. Транскрипция слова. В транскрипции мы пишем «сапог». С. Дает звук «с». Согласный, глухой, парный, твердый и тоже парный. А. Дает звук А. Гласный, безударный. П. Дает звук П. Согласный, глухой, парный, твердый и тоже парный. О. Дает звук О. Гласный и ударный. именно на него падает наше ударение. Г дает звук, согласный, глухой парный, твердый и тоже парный. В слове сапог мы видим пять букв и пять звуков. Давайте разберем еще одно слово. Слово юла. Юла. Слово из двух фонетических слогов. Юла. Ударение падает на второй слог. Ранее мы проходили с вами тему, когда гласные буквы Е, Ё, Ю, Я могут обозначать два звука. В данном слове буква Ю стоит в начале слова, а значит будет обозначать два звука. Ю дает звук Й и У. И согласный, звонкий, непарный, сонорный, мягкий. У. Гласный, безударный. Л дает звук Л. Согласный, звонкий, непарный, сонорный, твердый и тоже парный. А дает звук А. Гласный и ударный. Именно на него падает ударение. Итак, в слове три буквы, но четыре звука, так как Ю дает нам два звука. Вот мы и научились выполнять фонетический разбор слова. Спасибо за внимание. Сегодня поговорим об орфографии, о принципах русской орфографии. Современная русская орфография основывается на своде правил, опубликованном в 1956 году. Правила русского языка отражены в грамматиках русского языка и орфографических словарях. Для школьников выходят специальные школьные орфографические словари. Язык меняется, поскольку меняется общество. Появляется много новых слов и выражений, своих и заимствованных. Правила написания новых слов устанавливаются орфографической комиссией и фиксируются орфографическими словарями. Самый полный современный орфографический словарь составлен под редакцией ученого-орфографиста Лопатина в 2000 году. Русская орфография – это система правил написания слов. Она состоит из пяти основных разделов. Передача буквами фонемного состава слов. Слитные, раздельные и дефисные написания слов и их частей. Употребление прописных и строчных букв. Перенос части слова с одной строки на другую. Графические сокращения слов. Разделы орфографии – это большие группы орфографических правил, связанные с разными видами трудностей передачи слов на письме. Каждый раздел орфографии характеризуется определенными принципами, лежащими в основе орфографической системы. Принципы русской орфографии. В основе современной русской орфографии лежит несколько принципов. Основным из них является морфологический принцип, сущность которого в следующем. Морфема – это значимая часть слова, корень, приставка, суффикс, окончание – сохраняет единое буквенное написание, хотя при произношении звуки, входящие в эту морфему, могут видоизменяться. Так, корень «хлеб» во всех родственных словах пишется одинаково, но произносится по-разному в зависимости от того, какое место в слове занимает гласный или согласный звуки. Хлеба, хлебовоз. Приставка «под» в словах «подпилить» и «подбить» одна и та же, несмотря на разное произношение – «подпилить» и «подбить». Прилагательные «насмешливый» и «хвастливый» имеют один и тот же суффикс «лив». Безударное окончание и ударное обозначаются одинаково. В столе, в книге, большого, великого, синего, моего и тому подобное. Руководствуясь именно этим принципом, мы проверяем истинность той или иной морфемы путем подбора родственных слов или изменением формы слова, таким образом, чтобы морфема оказалась в сильной позиции, то есть под ударением. Роль морфологического принципа в орфографии велика, если иметь в виду, что в русском языке широко развита система внутриморфемных чередований, обусловленных разными причинами. Наряду с морфологическим действует и фонетический принцип, в соответствии с которым слова или их части пишутся так, как они произносятся. Например, приставки на «з» изменяются в зависимости от качества, следующего за приставкой согласного. Перед звонким согласным слышится и пишется в приставках буква «з» – без, воз, из, низ, раз, роз, через, а перед глухим согласным в этих же приставках слышится и пишется буква «с». Возразить, воскликнуть, избить, испить, низвергнуть, ниспослать и тому подобное. Действием фонетического принципа объясняется и написание гласных «о» и «ё» после шипящих в суффиксах и окончаниях разных частей речи, где выбор соответствующего гласного зависит от ударения. Клочок, ножичек, парчевый, кочевой, свечой, тучей, корневой гласный «и» после русских приставок на согласный переходит в «ы» и обозначается этой буквой тоже в соответствии с фонетическим принципом. То есть пишется так, как слышится и произносится. Предыстория, предиюльский, розыгрыш, разыгрывать и тому подобное. Действует в нашей орфографии также исторический или традиционный принцип, по которому слова пишутся так, как они писались раньше, в старину. Так, написание гласных «и», «а», «у» после шипящих – это отголосок древнейшего состояния фонетической системы русского языка. По этому же принципу пишутся и словарные слова, а также заимствованные. Существует и в современной орфографии и принцип дифференцированного написания, согласно которому слова пишутся в зависимости от их лексического значения. Ожог – глагол и ожог – существительное. Компания – группа людей и компания – какое-либо мероприятие. Кроме названных в правописании, необходимо отметить и принцип слитного, дифференцированного и раздельного написания. Сложные слова мы пишем слитно или через дифференцированное, а сочетание слов раздельно. Подводя итог, можно говорить о том, что многообразие правил русской орфографии объясняется с одной стороны особенностями фонетического и грамматического строя русского языка, спецификой его развития, а с другой – взаимодействием с другими языками, как славянскими, так и неславянскими. Результатом последнего является большое количество слов нерусского происхождения, написание которых приходится запоминать. Наш сегодняшний урок посвятим лексике русского языка. Все наши высказывания мы строим из слов-кирпичиков. Несмотря на то, что все пользуются одинаковыми словами, каждый из нас имеет свой особенный лексический запас, совокупность тех слов, которыми мы пользуемся в речи. Не секрет, что чем больше слов хранится в вашей языковой сокровищнице, тем более яркой и образно насыщенной может быть наша речь. Слова, без которых невозможно наше общение, и изучает лексика. Лексика – это совокупность слов, того или иного языка, части языка или слов, которые знает человек или группа людей. Лексика является центральной частью языка. Ее цель – называть, формировать и передавать знания об объектах реальной действительности. Раздел лингвистики, который занимается изучением лексики, называется лексикологией. Русская лексика – это один из наиболее богатых и загадочных разделов русского языка. Задумайтесь, как много вокруг нас слов. Посмотрите, как много значений может появиться со временем у изначально однозначного слова. Представьте, насколько объемно то, что выражают слова языка. Лексика русского языка, подобно морфологии, – это система, стройная и строгая. В ней есть свои классификации и разделы. Но при этом лексика – единственный раздел, который наименее статичен, который постоянно находится в развитии. Это зависит от многих причин. Развитие общества, появление новых реалий, переосмысление старых названий. Вспомним, слово «гимназия» или «гувернер». Они ушли из языка, но в 21 веке вернулись с новым значением. Лексика русского языка полна загадок. Иногда название предмета может не совсем соответствовать его сущности. Мы говорим «птица сидит на ветке», но она на ней стоит. Или «пить таблетку», но ведь мы ее едим. И другие. Живой язык динамичен и пластичен, поэтому словарный состав языка постоянно пополняется новыми словами, вытесняя устаревшие формы. Это значит, что одни лексемы остаются в активном словаре, а другие переходят в пассивный. Значения этих слов мы знаем, но не пользуемся ими в обыденной речи. Их еще называют устаревшие слова. Лексику русского языка классифицируют по следующим признакам. По количеству значений. Однозначность и многозначность. Однозначные лексемы имеют только одно значение – бегемот, малина, строитель. И многозначные выражают несколько и более значений – фонарь, легкая, земля, ключ. По происхождению бывают заимствованные и исконно русские. Заимствованные лексемы – это те, которые были заимствованы в нашу лексику из славянских или неславянских языков. Сундук, павильон, свитер. К исконно русским словам относятся индоевропейские, восточнославянские, общеславянские и, собственно, русские лексемы. Сегодня листовка, конь. По сфере употребления. Ограниченная и общеупотребительная. Общеупотребительная лексика может использоваться без каких-либо ограничений всеми носителями языка. К ограниченной лексике относятся жаргонные, кореш, братан, стрёмный, профессиональные, пенальти, баранка, в значении руль у шофера. И диалектные слова. Мшара, болота, векша. По смысловым отношениям. Синонимы, аммонимы и антонимы. Синонимы – это лексемы, имеющие близкое значение. Влажные, сырой, мокрые. Аммонимы. Одинаковые по форме и звучанию, но разные по смыслу. Дробь – барабанная, дробь – математическая. Антонимы. Лексемы, имеющие противоположное значение. Далеко, близко. По времени появления. Неологизмы, архаизмы, историзмы. Неологизмы – слова, недавно вошедшие в лексику. Хакер, роуминг, фрилансер. Архаизмы. Лексемы, вышедшие из активного словарного запаса. Ланиты – щеки. Губы – уста. Историзмы – слова, именующие предметы и явления, которые исчезли из обихода. Боярин – купец. Все, запись пошла, потом еще раз могу. Нет, а вы сейчас включите, чтоб я. Выключен, сейчас нажимаете и все. А, нажать надо. Нет, нет, я уже нажал. А, потом выключить. Да, выключите. Все могу говорить, да? Да. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Сегодня узнаем, что такое синонимы, антонимы и аммонимы. Научимся их находить и отличать друг от друга. Давайте скорее приступим. Синонимы – это слова одной части речи, одинаковые или близкие по своему лексическому значению. Например, возле – синоним около. Блестеть – сверкать. Зеленый – изумрудный. Синонимы мы используем, чтобы более точно передавать свои мысли и чтобы избегать повторений одних и тех же слов. Синонимы делают нашу речь более богатой. Давайте подберем синонимы к слову «красивый». Какие синонимы вы знаете к слову «красивый»? Прекрасный, изумительный, идеальный, завораживающий. У нас получился ряд слов-синонимов. Такой ряд называется синонимический ряд. А теперь давайте подберем синонимы к словам разных частей речи. Подберите синоним к слову «путь». Правильно, «дорога». К слову «радостно» – весело, спешить – торопиться, холодный – морозный. Антонимы же, в отличие от синонимов, наоборот, слова с противоположным значением. Например, белый – черный, жара – холод. Давайте подберем антонимы к следующим словам. Холодный – горячий. Чистить – пачкать день, ночь – близко, далеко. У нас получили слова с противоположным значением. А что же такое аммонимы? Аммонимы – это слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению. Например, коса – это инструмент, и коса – девичья коса. Норка – животное, и норка – жилище для зверей. Как вы видите, слова одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по своему значению. Но не следует путать аммонимы с многозначными словами. Как мы уже узнали, аммонимы – это слова, которые пишутся и звучат одинаково, но имеют совершенно разные значения. Например, лук – это огородное растение, овощ, и лук – это оружие для метания стрел. А что же такое многозначные слова? Это слова, которые имеют что-то общее в своем значении. Например, кисть руки, кисть винограда и кисть художника. Посмотрите, эти предметы схожи по своей форме. Значит, слово кисть – многозначное слово. У этого слова много значений. А теперь давайте потренируемся. Научимся определять синонимы, антонимы и аммонимы. Нам нужно подобрать к словам синонимы и антонимы. Первое слово – друг. Подберем синоним. Друг – приятель. Теперь подберем антоним. Противоположное по значению слова «друг» получится «враг». Следующее слово – конец. Подберем синоним, схожее по значению слова «конец», то есть окончание. Теперь подберем антоним. Это начало. Отважный – синоним «храбрый» или подойдет еще «смелый». Антоним «трусливый». Позволить – синоним «разрешить», антоним «запретить». Слово «сырой» – синоним «влажный», антоним «сухой». И последнее слово – ложь. Ложь – это значит «неправда», антоним «правда». Идем дальше. Теперь нам нужно определить значение следующих амонимов. Ключ и ключ. Ключ в первом значении – это родник, а во втором – приспособление для замка. Лисичка. Первая лисичка – это животное. Во втором случае лисичка – это гриб. Ласка. Есть такое животное – ласка. И ласка – так мы называем проявление нежности. Вот мы и узнали, что такое синонимы, антонимы и амонимы. Благодарю за внимание. Поговорим сегодня о прямом и переносном значении слов. Узнаем, какие слова могут иметь прямое и переносное значение. И научимся различать эти значения слов. Давайте приступим. Мы все с вами знакомы с однозначными словами. Это слова, которые имеют только одно значение. Например, грач – это птица, ананас – это фрукт, апарта – это мебель. Но кроме них в русском языке есть еще многозначные слова. Давайте сравним два разных предложения и поймем, что это такое. Мы купили мягкий диван. У мамы мягкий характер. Посмотрите, в этих предложениях повторяется одно и то же слово – мягкий. В первом случае говорится, что диван мягкий, то есть легко подающийся нажиму, деформации. А во втором случае говорится, что характер мягкий. То есть спокойный и благожелательный. Слово одно и то же, но в значении отличаются. Итак, слово мягкий – это многозначное слово, то есть слово, которое имеет два и более значения. У каждого многозначного слова есть прямое и переносное значение. Давайте узнаем, что это такое. Прямое значение слова – это его основное лексическое значение, которое прямо указывает на предмет, признак или действие. Например, мягкий диван. В этом случае слово «мягкий» указывает на признак предмета. А переносное значение слова – это вторичное лексическое значение, которое возникло на основе прямого. Например, мягкий характер. Характер мы не можем потрогать. Это означает, что характер у мамы добрый. Теперь рассмотрим еще пример. Синее море и море пшеницы. В первом случае слово море использовано в прямом значении. Море – это часть мирового океана. А во втором случае слово море использовано в переносном значении. Означает большое количество чего-либо. Море пшеницы. Слова в переносном значении делают нашу речь более яркой и интересной. Особенно любят этим пользоваться писатели и поэты в своих произведениях. Например, золотая осень. Осень не может состоять из золота. Золотая в переносном значении. Бежит ручей. У ручья нет ног. Ручей не может бежать. Слово бежит в переносном значении. Ледяной взгляд. Взгляд не может состоять из-за льда. Ледяной в переносном значении. А теперь давайте вместе попробуем понять смысл слов в переносном значении. Теплый голос. Нам нужно определить значение слова теплый. Это слово использовано в переносном значении. Теплый голос означает ласковый голос. Свежий взгляд. Свежий – это какой? Это значит новый взгляд на вещи. Золотые руки. Конечно же, руки не могут состоять из золота. Это значит умелые руки. Деревянные руки. Так говорят про неуклюжие, малоподвижные руки. Как будто они из дерева. Стеклянный взгляд. Конечно же, взгляд не может быть из стекла. Так говорят про застывший взгляд. Стальная воля. Воля не может состоять из стали. Это значит, что воля сильная, крепкая. А сейчас давайте определим, какое из значений слов прямое, а какое переносное. Кислое яблоко и кислое лицо. В прямом значении кислое яблоко, а кислое лицо, то есть недовольное лицо, это в переносном значении. Золотое кольцо и золотые руки. Что использовано в прямом значении? Золотое кольцо. Кольцо из золота. А золотые руки в переносном значении. Это значит умелые руки. Каменный дом и каменное сердце. Что использовано в прямом значении? Каменный дом. А каменное сердце в переносном значении. Плывут облака и плывет лодка. Где глагол использован в прямом значении? Плывет лодка. Лодка действительно плывет, а про облака мы тоже говорим, что они плывут, потому что они двигаются медленно, как будто бы действительно плывут. Плывут облака в переносном значении. Вот мы и познакомились с прямым и переносным значением слов. Поговорим сегодня о фразеологизмах. Узнаем, что это такое, для чего нужны фразеологизмы и научимся понимать их значение. Давайте приступим. Что такое фразеологизм? Фразеологизм – это устойчивое, неделимое сочетание слов, употребляемое в переносном смысле. Например, «повесил нос» – это фраза в переносном значении. То есть фразеологизм означает, что человек расстроился, огорчился. Если из фразеологизма убрать или заменить какое-то слово, смысл сразу же поменяется. Посмотрите, «повесил нос» – это фраза в переносном значении. А «повесил пальто» – фраза уже в прямом значении. Откуда взялись фразеологизмы? Их придумали давным-давно, а потом передавали из поколения в поколение. Поэтому во фразеологизмах мы часто можем встретить устаревшие и непонятные слова, ведь они совсем не изменились со временем. Фразеологизмы передают не прямое, а переносное значение, которое имеет свою историю. Не зная историю появления такого выражения, иногда невозможно понять, о чем идет речь. В таких случаях нужно обращаться к специальному фразеологическому словарю. Например, фразеологизм – шапочное знакомство. Во времена, когда головные уборы носили все мужчины, они поднимали шапку для приветствия знакомых, а с родными и друзьями пожимали руки или обнимались. Так и возник фразеологизм, означающий, что люди едва знакомы. Или фразеологизм – дело в шляпе. Выражение восходит к старинному обычаю. Все спорные дела решать жеребьевкой. В шляпу бросали монеты или другие мелкие предметы, один из которых был с меткой. Кому посчастливилось достать такой предмет, тот и победил в споре. У него дело в шляпе. По другой версии, фразеологизм связан с обычаем должностных лиц, разбиравших разные дела, брать взятки, которые клали в головной убор. Давайте еще рассмотрим примеры фразеологизмов. Клевать носом. Что же он означает? Очень популярный фразеологизм. Его используют, когда видят, что кто-то дремлет, опустив низко голову. Часто это выражение означает очень сильное желание поспать, когда голова человека опускается вниз так, словно клюет носом рыбу. «Делать из мухи слона» – это значит сильно преувеличивать, придавать мелочам огромное значение. Такой фразеологизм родом из книги «Похвала мухи» древнегреческого писателя Лукьяна. Он записал это забавное выражение, услышав его на рынке. «Гол, как сокол» – так говорят про бедных людей, у которых почти ничего нет. Но почему гол именно как сокол? Оказывается, птица тут ни при чем. Сокол – ударение на второй слог. Это специальное бревно на цепях, которое использовали как таран. Русские воины с его помощью разрушали стены городов во времена войны. «Переть на рожон» – лезть или «переть на рожон», против «ражна» – «переть». «Предпринимать что-либо заведомо рискованное, обреченное на неудачу». А теперь попробуем завершить фразеологизмы, пользуясь картинками, подсказками. Перед вами фразеологизмы, основанные на сравнении человека с животным. Попробуйте их продолжить. «Хитер как?» «Лиса», правильно. «Белая?» «Ворона». «Белую ворону в природе встретить можно, но они очень редкие, потому что этот свет появляется в результате мутации. И поэтому их проще заметить хищникам. «Труслив, как заяц», «изворотлив, как змея», «надут, как индюк», «нем, как рыба». Упрям, как кто? У нас упрямый осел, конечно. Голоден, как волк. Правильно. И еще примеры фразеологизмов. Давайте их дополним. «Душа в пятки ушла, без царя в голове, семи пядей во лбу, как сыр в масле». «Мерить на свой аршин», правильно. «Намылить шею», хоть кол на голове чеши. Правильно. Сегодня поговорим о словообразовании, способах образования новых слов. Мы вспомним, какие существуют способы словообразования, узнаем, с помощью чего образуются новые слова. Словообразование – это раздел языкознания, в котором изучаются закономерности образования новых слов от уже существующих. Способы словообразования показывают, какие словообразовательные средства были использованы для образования новых слов. Существуют морфологические и неморфологические способы. Морфологический способ словообразования – основной способ обогащения словарного состава русского языка, заключающийся в создании новых слов путем сочетания морфем на базе имеющихся в языке основ и словообразовательных аффиксов. Слова производящие, от которых образуются слова. Слова производные, которые образуются от другого слова. Аффиксация – это образование новых слов путем присоединения к производящей основе или производящему слову тех или иных словообразовательных аффиксов. Приставочный или по-другому префиксальный способ. Приставочный – образование новых слов путем присоединения к производящему слову приставок. Секретарь. Добавим приставку пресс. Получится пресс-секретарь. Автор. Добавим приставку со. Получится соавтор. Суффиксальный. Суффиксальный – это образование новых слов путем присоединения к производящей основе суффиксов. Гордый. Добавим суффикс ось. Гордость. Глаз. Добавим суффикс эн. Глазной. Приставочно-суффиксальный. Или по-другому префиксально-суффиксальный. Приставочно-суффиксальный – это образование новых слов путем одновременного присоединения к производящей основе приставки и суффикса. Окно. Добавим приставку под. И суффиксник. Получится подоконник. Бессуффиксный способ. Бессуффиксный способ – это образование имен существительных от основ, глаголов и прилагательных, при котором производящая основа без присоединения каких-либо суффиксов становится основой существительного. Выходить – выход, заплывать – заплыв, зеленый – зелень, сухой – сушь. Постфиксация – это способ аффиксального словообразования, при котором в качестве словообразовательного средства выступает постфикс и присоединяется к целому слову. Стучать – стучаться. Префиксально-постфиксальный способ – это способ аффиксального словообразования, при котором в качестве словообразовательного формата выступают префикс и постфикс, одновременно присоединяющиеся к слову. Этот способ существует только для глаголов. Звонить – дозвониться. Суффиксально-постфиксальный – это способ аффиксального словообразования, в котором в качестве словообразовательного форманта выступают суффиксы и постфиксы. Скупой – скупиться. Словообразование сложных слов. Способы образования сложных производных слов отличаются от способа образования простых производных лексем тем, что в их составе выделяется не менее двух производящих основ и слов. Это явление называется сложением. Чистое сложение – способ образования производных сложных слов путем соединения двух или более производящих основ при участии интерфикса. Лес – добавим интерфикс «о» и плюс степь. Лесостепь – юг, юго-запад, плод, плодово-овощесушилка. Сложно-составной способ. Сложно-составной способ – способ образования производных сложных слов путем объединения самостоятельных слов без участия интерфикса. Диван – кровать, роман – газета, вагон – ресторан. Слова через дефис. Сложение с первым неизменяемым связанным компонентом. Это способ образования производных сложных слов путем объединения элементов типа авто, вело, мото, видео, метео, автостранспорт, велогонки, метеопрогноз. Аббревиация – это соединение основ без соединительных гласных, при котором образуется сложно сокращенное слово. Выступает неморфемное сокращение слова и их закрепленный порядок. В зависимости от характера сокращенных слов выделяют следующие типы. Звуковая аббревиация – объединение начальных звуков составного наименования сложно сокращенного слова. ВУЗ – высшее учебное заведение. Буквенная аббревиация – объединение начальных букв составного наименования. РФ – Российская Федерация, РК – Республика Казахстан. Слоговая аббревиация – это объединение начальных слогов наименования. Колхоз – коллективное хозяйство. Слогословная аббревиация – объединение усеченного элемента первого слога и второго целого. Зарплата – заработная плата. Смешанная аббревиация – объединение усеченных элементов разных типов. Например, ЗАВУЧ. Телескопическая аббревиация – объединение начала первого элемента и конца у второго. МОПЕД – мотоциклический велосипед. Таким образом, сегодня мы с вами познакомились с основными способами словообразования в русском языке. Поговорим сегодня о морфологии. Узнаем, что же изучает морфология. И подробнее поговорим об имени существительном. Морфология – это раздел науки о языке, который изучает части речи. Все части речи делятся на две большие категории. Самостоятельные – это слова, которые могут существовать сами по себе, могут идти в гордом одиночестве и нести все равно какую-то информацию. Служебные – это слова, которые имеют смысл только в связке с другими словами, а сами по себе они не несут никакой смысловой нагрузки. К самостоятельным частям речи относятся имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, наречи, местоимение. Служебные части речи служат для выражения различных отношений между словами, словосочетанием и предложением, между частями сложного предложения, для внесения дополнительных оттенков, не являются членами предложения. К служебным частям речи относят предлоги, союзы, частицы, предлоги из-под, из-за, для, союз и, или, потому что, частица, разве, неужели, лишь, только. Выделяют еще междометия. Междометия – это особая часть речи, включающая неизменяемые слова. Междометия выражают чувства, настроения, побуждения, не называя их. Междометия не являются членами предложений. Примеры междометий – о, ой, ох, ого, ой-ой-ой, увы, эх, эй и другие. И давайте перейдем к имени существительному. Что же это? Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» или «что» и обозначает предмет. По лексическому значению и грамматическим признакам существительные делятся на разряды. Нарицательные – это обобщенные наименования однородных предметов. Страна, река, имя. Собственные – это названия единичных предметов, имена, фамилии, географические названия. Казахстан, Анна, Кокшетау, война и мир. Еще один разряд существительных – это одушевленность и неодушевленность. Одушевленность или неодушевленность – это постоянный признак каждого имени существительного. Не может быть такого, чтобы из одушевленного существительного слово превратилось в неодушевленное. И наоборот. Одушевленные существительные называют предметы живой природы. К ним задается вопрос «кто?». Например, женщина, мастерица, мужчина, заяц, кот. Неодушевленные существительные называют предметы неживой природы. К ним задается вопрос «что?». Например, здание, свеча, телефон. Род существительных. Мужской род в именительном падеже единственного числа имеет нулевое окончание. Отец, угол. Женский род в именительном падеже единственного числа нулевое окончание. А, я. Ночь, дочь, белка. Средний род в именительном падеже единственного числа оканчивается на О и Е. Перо, имя, мороженое. Есть еще общий род. Названия лиц мужского и женского пола. К ним относятся несклоняемые фамилии Гюго, Евтушенко, неизменяемые протеже, инкогнито, существительные называющие людей по характерному признаку сирота, забияка, недотепа. Выделяют также род неизменяемых имен существительных и аббревиатур. Женский. Лица женского пола. Фрау, мадам, мисс. Название животных. Калибри, муха, цеце. Неодушевленные существительные. Кальраби, это вид капусты. Салями, это вид колбасы. Род неизменяемых имен существительных. Средний. Неодушевленные существительные. Алое, амплуа, жалюзи, кафе. И запомните, род биографических названий определяется по роду нарицательных существительных. Красивый – Баку, имеется в виду город. Глубокое – Эри. Эри – это озеро. Род сложных существительных определяется по первой части. Кресло-кровать среднего рода, шкаф-купе мужского рода и другие. По изменяемой части. Гамма – излучение среднего рода и гамма – частица женского рода. Поговорим сегодня о такой части речи, как прилагательная. Вспомним, что же называется прилагательным. Поговорим о разрядах прилагательных и их степенях сравнения. Итак, приступим. Имя прилагательное – это самостоятельная, знаменательная часть речи, объединяющая слова, которые обозначают признак предмета и отвечают на вопрос, какой чей, изменяются по родам, числам и падежам, а некоторые – по полноте, краткостям и степеням сравнения. Предложения не бывают определениями или именной частью составного именного сказуемого. Прилагательное согласуется с существительным, к которому оно относится, то есть ставится в том же роде, числе и падеже, что и это существительное. Например, белый дом, белая береза, из белого дома, с белой березы, в белых платьях и так далее. Постоянный признак у имен прилагательных только один разряд. А непостоянные признаки – это число, падеж, род, форма, полная и краткая, степень сравнения – простая и составная. Разряды имен прилагательных. Они бывают качественные, относительные и притяжательные. Качественные и прилагательные обозначают признак предмета, который может присутствовать в этом предмете в большей или меньшей степени, имеют полную и краткую форму, сравнительную и превосходную степень – темный, сильный, новый, мягкий и так далее. Относительные обозначают признак предмета, который не может быть в нем в большей или меньшей степени. Деревянный, шерстяной, притяжательный – обозначают признак по принадлежности его кому-либо или чему-либо. Заячий выводок, волчье логово, Егорушкин – отец. Род имен прилагательных – мужской. Какой? Синий, сильный, быстрый. Женский – какая? Синяя, сильная, быстрая. Средний – какое? Синяя, сильная, быстрая. Число имен прилагательных. Имена прилагательные изменяются по числам. Единственное – какой, какая, какое? Городской, садовая, белая, глупая, умная, дикая. И множественное – какие? Городские, садовые, белые, глупые. Имена прилагательные изменяются по падежам. Только полная форма имен прилагательных. Начальная форма прилагательного – это именительный падеж единственного числа мужского рода. Перед вами таблица склонения прилагательных, где подробно расписано склонение их. Степень сравнения имен прилагательных. Их выделяют три. Положительная степень – это начальная форма прилагательного. Чистый, красивая, длинная. Сравнительная, простая, состоит из одного слова. Такие прилагательные не изменяются по числам, родам, падежам. Предложение является частью составного сказуемого. Составная состоит из двух слов, образуется путем прибавления слов «более» и «менее». Эти прилагательные изменяются по числам, родам, падежам. Предложения могут выступать в роли определения. Превосходная простая состоит из одного слова, образуется при помощи суффиксов «аиш» и «еиш». Такие прилагательные изменяются по числам, родам и падежам. Чистейший, длиннейшее, глубочайший, ближайший. Составная состоит из двух слов, образуется путем прибавления слова «самый», «самый чистый», «самая красивая». Полные и краткие прилагательные. Качественные и прилагательные имеют две формы – полную и краткую. Полные прилагательные отвечают на вопрос «какой?» и согласуются с существительным или местоимением. Краткая прилагательная отвечает на вопрос «каков?» и согласуются с существительным или местоимением, к которому оно относится. В предложении краткие прилагательные обычно выступают в роли сказуемого. Он так умен. В роли определений краткие прилагательные выступают в некоторых фазиологических оборотах. На босу ногу, по белу свету, средь бела дня, добрые молодцы. Краткие прилагательные образуются от полных. Сегодняшний урок хотелось бы закончить словами выдающегося лингвиста Виноградова. Прилагательные – это самая изобразительная часть речи. Прилагательные могут описать цвет, запах, форму любого предмета, рассказать о наших чувствах, характере, внешности, переживаниях, о настроении. Сегодня поговорим о местоимении в русском языке. Местоимения очень удобны. Пусть в них нет перелива красок, но они экономят время и место. Если бы не было местоимений, пришлось бы без конца повторять одни и те же существительные, прилагательные, числительные, наречия. А это такие длинные слова. Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на лицо, предмет, событие, признак, но не называет их. В предложении местоимений обычно бывают подлежащими и дополнениями, как существительные, определениями, как прилагательные и обстоятельствами, как наречия. По соотношению с другими частями речи выделяют местоимения существительные, местоимения числительные, местоимения наречия, местоимения прилагательные. Местоимения существительные указывают на предметы, лица, события, изменяются по падежам и связываются с другими словами в предложении, как существительные. Местоимения прилагательные указывают на признак предметов и ведут себя как прилагательные. То есть изменяются по родам, числам, падежам, а в предложении связываются с именами существительными. Мой, твой, свой, каждый. Местоимения числительные указывают на количество предметов. В предложении они связываются с существительными как количественные числительные и обычно изменяются по падежам. Сколько, столько, несколько. Местоимения наречия или местоименные наречия указывают на признаки действий и ведут себя как наречия, связываясь с предложением с глаголом. Где, куда, зачем, почему. Местоимения делятся на изменяемые, которые могут изменяться по родам, числам, падежам. Это местоимения существительные, местоимения прилагательные, местоимения числительные. И неизменяемые, которые не изменяются по родам, числам и падежам. К ним относятся местоимения наречия. По значению и грамматическим особенностям местоимения делятся на личные, притяжательные, возвратные, вопросительные, относительные, указательные, определительные, отрицательные и неопределенные. Личные местоимения – это местоимения существительные. Предложения обычно являются подлежащими и дополнениями. Личными эти местоимения называются потому, что они указывают на лица, которые участвуют в происходящем. Например, «Надеюсь, вы пойдете плясать со мной и будете моей женой». Притяжательные местоимения указывают на принадлежность и как притяжательный прилагательный отвечает на вопрос «Чее, чья, чье?». Притяжательные местоимения изменяются по родам, по числам, по дежам. Местоимение «свой» означает, что принадлежащее себе, имеющее отношение к себе. Например, своими руками, не своим голосом, надеть не свою шапку. В этом есть своя прелесть. Возвратные местоимения. В русском языке всего одно возвратное местоимение – «себя». Оно показывает, что действие возвращается к действующему лицу. Возвратное местоимение не имеет рода, относится к любому лицу, указывает на одно или несколько лиц, не имеет формы именительного падежа. Возвратное местоимение в предложении играет роль дополнения. «Порадую себя, куплю себе пирожок». Вопросительные местоимения употребляются в вопросительных предложениях – «кто, что, какое, чей, отчего, зачем». Относительные местоимения. Вопросительные местоимения «кто, что, откуда, как» являются относительными, когда выступают в роли союзных слов. Они связывают простые предложения в составе сложноподчиненного. Например, песня, что звучала по радио, запомнилась надолго. В кустах, где свили гнездо воробьи, было шумно. Неопределенные местоимения указывают на неизвестные предметы, неопределенные признаки и события, неопределенное количество. Почти все они образуются от вопросительных местоимений путем прибавления частицы «не», которая превращается в приставку, или частиц «то, либо, нибудь». Частица «не» плюс «кто, что, который» получится «некто», «нешто», «некогда», «кто, что, какой» плюс частица «то, либо, нибудь» получится «кто-то», «что-либо», «кое-что», «кое-как», «зачем-либо» и так далее. Отрицательные местоимения указывают на отсутствие лиц, предметов, признаков, количества. Они образуются от вопросительных местоимений путем прибавления частиц «не» и «не», которые превращаются в приставки. «Не» и «ни» плюс «кто», «что» получится «никто», «ничто», «никакой», «некуда», «нечего», «некого». Определительные местоимения прилагательные «сам», «самый», «весь», «всякий» изменяются по родам, числам и падежам. Их предложения являются определениями. И на этом мы продолжаем курс видеоуроков по русскому языку. Сегодня поговорим о числительном. Вспомним, что же такое имя числительное. Выделим разряды числительных. Итак, давайте приступим. Имя числительное – это часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопросы «сколько» и «какой». Имена числительные делятся на количественные и порядковые. Числительные изменяются по падежам, числам, родам, могут быть разными членами предложения. Имя числительное делится на количественные и порядковые. А количественные числительные, в свою очередь, делятся на целые, 2, 110, дробные, 2 третьих, 5 шестых и собирательные, трое ребят, семеро козлят. Порядковые. Какой? Первый ученик. По особенностям словообразования в составе числительных выделяются простые, 6, 5, 7, сложные, 50, 600 и составные числительные, 25. В предложении имена числительные чаще выступают в роли подлежащего, сказуемого, определения, реже в роли именной части составного, сказуемого и обстоятельства. Количественные числительные, обозначающие целые числа, имеют следующие грамматические особенности. Они изменяются по падежам. Некоторые числительные, 1, 2, имеют формы рода, 1 стол, 1 окно, 1 книга. Формы единственного и множественного числа имеют только числительное 1, 1 стол, 1 окно, 1 ножницы. У количественных числительных нет категории одушевленности, неодушевленности. При сочетании с числительными 2, 3, 4 имена существительные получают форму родительного падежа единственного числа, а при сочетании с числительными 5, 6 существительные получают форму родительного падежа множественного числа, 5 столов, 6 дверей. Числительные тысяча, миллион, миллиард обладают грамматическими свойствами существительных То есть имеют форму рода, изменяются по числам и падежам Склонение имен числительных Сложные числительные склоняются обе части, например, 8-10 Составные изменяется каждое слово 7-10-5 Составные и порядковые меняется последнее слово 58 Дробные изменяются обе части, тремя, пятыми Дробные числительные Первая часть дробных числительных представляет собой количественные числительные 2, 3, 7 А вторая – форму родительного падежа порядкового числительного 5, 10, 7 Собирательные числительные – двое, трое, четверо Обозначают определенное количество предметов как одно целое В отличие от обычных количественных числительных Собирательные числительные сочетаются не со всеми существительными По дающемуся счету, а только с некоторыми Собирательные числительные сочетаются с существительными Обозначающими лиц мужского пола Двое ребят, трое водителей С существительными, обозначающими детенышей животных Трое львят, пятеро медвежат с личными местоимениями, нас, семеро, послали вас, троих, существительными, употребляющимися только во множественном числе или обозначающими парные предметы, двое брюк, трое ножниц, двое перчаток. Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете, например, седьмой день, пятнадцатая страница. Склонение порядковых числительных. Порядковые числительные, простые и сложные, склоняются по образцу прилагательных. Имя числительное, третий, склоняется как притяжательное прилагательное, например, лисий. А остальные имена числительные, как относительные и качественные прилагательные с основой на твердой согласной, восьмого, восьмому. В составе порядковых числительных склоняется только последнее слово, сто пятьдесят седьмому, сто пятьдесят седьмым. Правописание числительных. Слит напишутся сложные, количественные и порядковые числительные. 80, 80, порядковые, тысячный, миллионный, миллиардный. От 5 до 20, 30, мягкий знак пишется в конце числа. 5, 20, 8, 30. От 50 до 80, от 500 до 900, мягкий знак пишется в середине числа. 670. Наш сегодняшний урок посвятим наречию. Поговорим о его грамматических особенностях, о правописании наречий. Итак, давайте приступим. Наречие. Всем известно, что наречие – постоянная часть речи. Хоть всякое случается, оно не изменяется. Его вопросы без труда можно выучить, друзья, где, откуда, как, куда, почему, зачем, когда. Итак, наречие – это самостоятельная часть речи, которая обычно обозначает признак действия. Наречие отвечают на вопросы, как, когда, где, с какой целью, в какой степени. Наречия не изменяются. Предложения и наречия чаще всего бывают обстоятельствами. Русский язык богат наречиями. Они дарят нам возможность оживить и окрасить нашу речь, делая ее более живой и выразительной. Наречие – это одна из важнейших частей речи в русском языке. Они являются неотъемлемой частью любого предложения и играют важную роль в передаче информации о действии. Наречия помогают точнее и выразительнее передавать характеристики времени, места, образа действия и обстоятельства. По значению наречия можно разделить на два разряда – обстоятельственные и определительные. Обстоятельственные наречия обозначают образ действия, время, место, причину, цель, идти пешком, идти вечером, идти туда. Определительные обозначают меру и степень, качество, способ действия. Увеличить вдвое, увеличить слегка, увеличить едва и так далее. Среди наречий выделяют указательные – здесь, там, тут. Неопределенные – где-то, куда, такое, где. Вопросительные – где, куда, когда. Отрицательные наречия – нигде, никуда, никогда. Степени сравнения наречий. Сравнительная степень и превосходная. Сравнительная степень, в свою очередь, делится на простую и составную. Простая – образуется путем прибавления суффиксов «ее», «ей» – больно, больней, легко, легче. Составные – сочетание слов «более» и начальной формы наречий. Превосходная степень имеет составную форму – сочетание двух слов в сравнительной степени наречий и местоимения всех. Например, «сделал лучше всех». Слитное и раздельное написание не с наречиями. Не с наречиями на «о» и «е» пишется слитно, если слово не употребляется без «не». Например, «нелепо». «Лепо» – нет такого слова, да? Если наречия с «не» может быть заменено синонимом без «не» или близким по значению выражения. Говорил «не искренне» – фальшиво. «Не» с наречиями на «о» и «е» пишется раздельно, если в предложении есть противопоставление с союзом «а». «Не» – хорошо, а плохо, если к наречию относятся слова «далеко не», «вовсе не», «совсем не», «ничуть не». «Вовсе не интересно». Буквы «е» и «и» в приставках «не» и «ни» отрицательных наречий. В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка «не», а без ударения «ни». Например, «некогда» под ударением «е», «никогда» здесь под ударением буква «а». Одна и две буквы «н» в наречиях. В наречиях пишется столько же «н», сколько в прилагательных и три частях, от которых они образованы. «Держался мужественно» от прилагательного «мужественный». «Говорил интересно» от прилагательного «интересный». Буквы «о» и «е» после наречий. На конце наречий после шипящих под ударением пишется буква «о», без ударения «е». Например, «свежо» – ударение на «о», «певучее» – ударение на «о». Слово «еще» является исключением. Буквы «о» и «а» на конце наречий. В наречиях с приставками «из», «до», «с» на конце пишется буква «а», «досухо». В наречиях с приставками «из», «до», «с» на конце пишется «о», «досрочно» от досрочной с приставкой. Дефис между частями слова в наречиях. Дефис в наречиях пишется после приставок «по», «в» и «во», если в слове есть суффиксы «ому», «ему», «ых», «их». Например, «по-осеннему», «по-дружески», «во-первых», «в-пятых». Дефис в наречиях пишется также после приставки «кое» перед суффиксами «то», «либо-нибудь». В сложных наречиях, образованных с помощью однокоренных слов или повторением слов. Например, «кое-как», «где-то», «видимо-невидимо», «ели». Мягкий знак после шипящих на конце наречий. После букв «ш» и «ч» на конце наречий пишется мягкий знак. После буквы «ж» мягкий знак не пишется. Например, «вскач», «замуж». Слово «настеж» будет исключением. На конце мягкий знак. И на этом мы завершаем наш сегодняшний урок. Спасибо за внимание. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч!